Всем привет! Вы смотрите новости студенчества. Наша команда готова рассказать вам о самых интересных и ярких событиях в жизни Казанского Федерального Университета. В студии Анна Глазунова и мы начинаем. Эксперты Казанского Университета говорили на тему управления образованием. Для студентов КФУ прошел учебный пресс-тур в Дом правительства Татарстана. Новый тренд мобильной индустрии – гнущиеся смартфоны. 25 февраля в городском дворце творчества детей и молодежи прошла 30-я отчетная сессия городского совета города Набережной Челны. В сессии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и представители Набережной Челнинского института Казанского Федерального Университета. На площади перед дворцом творчества была организована выставка техники. Рядом с экспозициями ведущих автопроизводителей города был выставлен болид – формула студент, подготовленный студентами Набережной Челнинского института КФУ, который они продемонстрировали президенту Татарстана. Спортивный автомобиль привлек внимание всех участников мероприятия. А мы продолжаем. Высшая школа Государственного и Муниципального управления Казанского Федерального Университета провела общеуниверситетский методический семинар совместно с Высшей школой экономики. Эксперты говорили на тему управления образованием. О том, какие вопросы обсуждались в рамках семинара, узнаете в следующем сюжете. В здании научной библиотеки Казанского Федерального Университета прошел семинар Высшей школы Государственного и Муниципального управления КФУ. Главная задача Высшей школы – это подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров, ориентированных на изменения, происходящие в современном обществе. Тема семинара была обозначена как управление образованием. Темой которой сегодня будет посвящен семинар, она связана с подготовкой и профессиональным развитием директоров общеобразовательных организаций. В настоящее время эта тема очень актуальна. На федеральном уровне большой акцент делается на уровне компетенции, профессионализме, руководителей школ, а Российской Федерации на них лежит большая ответственность, они должны быть очень квалифицированными управленцами. Семинар впервые проводится с Высшей школы экономики. С Высшей школы экономики у нас очень хорошие связи в части исследований в сфере образования. Мы печатаемся у коллег в журнале вопроса образования, они печатаются в нашем журнале образования и саморазвития. У нас есть совместные исследования, мы приезжаем друг к другу на конференции, у нас идет хороший научный обмен. У Высшей школы экономики большой опыт в реализации программ по подготовке и профессиональному развитию управленцев в сфере образования. И Казанский федеральный университет имеет опыт в этом вопросе. В рамках семинара эксперты обменялись знаниями, поделились друг с другом, каким образом выстраиваются программы, какие исследования проводятся с директорами школ, обсудили и возможные совместные исследования. Говорили о выстраивании структуры программы, повышении квалификации, магистрской программы для директоров школ. И мы смотрим, какие зоны мы могли бы закрыть самостоятельно, с ресурсами университета, с какими зонами мы будем сотрудничать с Высшей школой экономики в части реализации подобной программы. Возможно, где-то каким-то направлением мы отправим коллег на повышение квалификации Вашей школы экономики. Где-то, возможно, будем сотрудничать удаленно. Участие в семинаре приняли все заинтересованные институты КФУ, социологи, экономисты и юристы. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Институте психологии и образовании Казанского федерального университета прошел день памяти Януша Корчика. Он является выдающимся педагогом, писателем, публицистом, защитником прав детей. Его научные работы стали основой для декларации прав ребенка, а литературные произведения были переведены почти на все языки мира. Подробности смотри в сюжете. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошел день Януша Корчика с участием польского профессора Марлены Сенчик. Януш Корчик – выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель. Во времена Второй мировой войны отказался от спасения и пожертвовал собой ради детей. Польским профессором Марлены Сенчик было рассказано о биографии великого педагога, о его выдающихся достижениях и подходах к воспитанию детей. Лекция прошла для студентов-педагогов. Артем Тупичкин, Ленардо Валетяров, Универньюз. В рамках пресс-тура студенты Казанского федерального университета посетили Дом правительства Татарстана. Напомним, что главной задачей учебных пресс-туров является отработка на практических примерах навыков сбора, обработки и последующего распространения информации. Подробности в следующем сюжете. Большое количество проектов проходит и только около пяти проектов находят свою практическую реализацию. Они на разных стадиях слетают. Или нет заказов, или нет софинансирования, или партнера локального подходящего нет. Разные вопросы бывают. То есть мы начинаем множество проектов и завершаем так. Но если не начинать вот эту большую воронку закручивать, то у нас не получится и тех пяти процентов, о которых я говорю. На сегодняшний день Татарстан, конечно, один из самых успешных регионов России по инвестициям, это уж точно. Мне понравился способ проведения мероприятия. Все очень понятно рассказывает, во-первых, и сам спикер. И очень удобно задавать вопросы. И мне понравилось то, что студенты задавали вопросы. И любой желающий может их задать. И сам способ, то есть микрофоны. Все очень легко понятно. Можно донести информацию. Кроме того, студентам была предоставлена возможность посмотреть на работу пресс-службы президента Татарстана и ознакомиться с самим пресс-центром. Пресс-тур, как таковой, эффективная форма взаимодействия с журналистами. Одним из его главных преимуществ считается его неофициальный характер, то есть предоставленная журналистам возможность наблюдать за той или иной деятельностью изнутри. Было интересно узнать про инвестиции, потому что обычно такие темы все-таки в газетах, в СМИ, на телевидении преподносятся по-другому. А когда ты слышишь от первоисточника, это все-таки очень интересно. И то, как она об этом рассказывала, достаточно доступными словами. То есть мне было понятно, хотя у меня нет экономического образования. Современные технологии не стоят на месте. Они развиваются, охватывая все новые и новые горизонты. Так, актуальным трендом мобильной индустрии на сегодняшний день являются гнущиеся смартфоны. Что это? Новое слово техники или неудавшийся эксперимент? Разбирался наш корреспондент. Проекты мобильных телефонов с гибким корпусом и дисплеем уже существуют. И первой компанией, которая воплотила в реальность концепт гибкого электронного девайса, стала компания Samsung. Гибкий дисплей в буквальном смысле означает, что пользователь может складывать, сгибать или скручивать его без нанесения какого-либо физического ущерба электронному девайсу. Когда мы говорим про гибкие смартфоны, в первую очередь мы должны понимать, что это означает выход технологического уровня на необходимую позицию с точки зрения уже технологического изготовления подобной продукции. О гибких органических светодиодах уже давно говорят и светодиодных панелях. В данном случае у компаний, ведущих разработчиков не только телефонов, но и в первую очередь смартфонов, по сути, этот инструмент уже вошел в технологический базис. Часть специалистов считает гнущиеся гаджеты новым трендом. Другая часть настроена более скептически и говорит, что смартфонов с гибкими экранами ждет забвение. Но у любого устройства, у которого появляются дополнительные степени свободы, а любой гибкий гаджет в первую очередь будет гибким за счет того, что появляется вот эта вот дополнительная физическая степень свободы, с этим будут связаны определенные риски по надежности и качеству функционирования, особенно в первое время. Главным трендом развития мобильной электроники в последние годы было увеличение диагонали экрана. Сейчас складывающиеся экраны – это единственный способ увеличить площадь дисплеев смартфонов без радикального увеличения размера самих смартфонов. Если говорить про гибкие смартфоны и какова их перспектива, каково будущее, Ну, здесь необходимо все-таки отметить, что современный смартфон, в первую очередь, это средство визуализации, а следовательно, потребителю важно увеличение диагонали, увеличение размера экрана. Так вот, гибкие технологии, они могут позволить при сохранении форм-фактора, по сути, получить большую геометрию. Возможно, вскоре такие гибкие смартфоны появятся в широкой продаже не только от компании Samsung. Многие производители электронных коммуникационных девайсов, такие как Nokia и Philips, уже фокусируют свое внимание на гибких дисплеях. Валерия Муратова, Универ Ньюс. На сегодня это все новости студенчества. С вами была Анна Глазунова. Смотрите нас в социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универ Ньюс. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok